В обязательную программу президентских состязаний входит теоретический конкурс, который состоит из двух этапов. Сначала все класс команды проходят тестирование, Олимпиада начинается в школе, затем самые сильные попадают в финал. В этом году в программу теоретической части внесли существенные изменения. Учитывая недостатки прошлогодние, мы поменяли всю программу этого конкурса. На сегодняшний день он состоит из четырех основных блоков. Первый блок – это древние олимпийские игры, их символика, девизы, знаки и так далее. Второй блок – это развитие олимпийского движения и спорта в России. Третий блок – это непосредственно достижения наших советских и российских спортсменов. И наиболее важный блок, на наш взгляд, это блок физического развития ребенка. Мы считаем, что это очень важно, чтобы дети понимали, для чего они занимаются спортом и как занятия физической культурой и спортом влияют на их организм. Первыми проверить свои знания выходит сельский класс команды. Задача школьников – за 10 минут правильно ответить на 15 вопросов и принести своей команде дополнительные баллы и возможность выйти в финал. Поэтому результат сегодня зависит от каждого. А вот насчет теоретического, нам хотя бы выйти в первые 12 мест. Если мы пройдем первый этап, вот этот вот первый этап тестовый, то мы пройдем во второй, то тем самым мы будем уже в первых 12 командах, это уже хорошо. И если второй тур мы тоже выступим хорошо, то будет надежда на призовое место. Здесь каждый мечтает выйти в финал. Поэтому даже перед самым тестом продолжают студировать вопросы и искать ответы. В полной тишине, оставаясь один на один с компьютером, ребята внимательно вчитываются в вопросы и ждут, когда загорится долгожданный зеленый цвет, что означает правильный ответ. И вот после третьего захода сельских класс команд выходят очень довольны результатом школьники Марина Российских и Александр Выгодчиков из села Большая Уча Удмуртской республики. Они ответили на 14 вопросов из 15. Не сказать, что было легко, конечно, всегда сложно. Мы готовились целое лето, распечатали вопросы, вместе собирались, отвечали на них. Довольны своим результатом и ребята из Кабардино-Балкарской республики. Как признаются школьники, именно благодаря тренеру дали много правильных ответов. Мы с каникулами также учились, выучивая теорию, показали хорошие результаты в спортивных соревнованиях, сейчас показали неплохие результаты в теории. В дальнейшем постараемся выйти на высшие ступени пятистала. Сегодня можно было увидеть и слезы на глазах школьников. Не все справились с легкой дрожью и волнением, поэтому не оправдали своих ожиданий. По итогам тестирования сельские класс команды показывают отличные результаты. Очень многие ребята ответили на 15 вопросов из 15. А лидерами стали школьники из Костромской области села Пыщук. Наталья Кузьмина, Яна Немиренко и Татьяна Старкова дали 15 правильных ответов. Утром следующего дня проверить свои знания выходят городские класс команды. Как признаются школьники, теоретический конкурс – один из самых сложных. Одна ошибка или замечание и минус балл. Самое сложное было как раз для меня эта теория. Спортивные они были намного легче, так как я занимаюсь спортом. Я была к ним уже готова к спорту. Теория была намного сложнее. В итоге у меня получилось, что из 15 вопросов я ответила правильно только 11. Но я планировала выйти из 10. Даже многие одноклассники, которые остались в Онеге, мы приехали сюда отдыхать. На самом деле мы приехали сюда работать и соревноваться. Это тяжелая работа для нас. А так много новых знакомых, впечатлений очень много. Черное море, первый раз в смене. Очень круто все, нравится. Среди городских класс команд лидерами стали школьники из Нижегородской области. Они показали наилучший результат, набрав 196 баллов.